здрасте друзья всем приветули у нас тут продолжается сетей skylines и в общем то есть некоторые проблемы вот с этими перекрестками не знаю даже как их решить почему они все хотят ехать из левой полосы я вообще без понятия чем им не нравится из права ехать хотя потом они туда же перестраиваются непонятно непонятно вроде как я здесь все довольно таки логично им сделал можно эту штуку в принципе убрать попробовать посмотрим что из этого выйдет они теперь справа и направо слева и налево и все сейчас будет то же самое происходить перестроение в правую полосу теперь здесь будет пробка но здесь пробку честно говоря не избежать потому что вот этот перекресток впереди здесь надо светофоры поубирать на самом деле просто взять поубирать светофоры здесь светофор вырубить здесь светофор вырубить и здесь светофор вырубить и построить поставить что это везде главные дороги хотя это и есть главные дороги это главное и вот это главное здесь главная дорога но здесь разумеется до уступить дорогу это логично и здесь соответственно тоже главное здесь вот уступить дорогу вроде как вот это типа логично посмотрим что из этого выйдет один хрен стоят чё-то и ждут по левой полосе толком никто ездить не хочет здесь идет развязка налево право ну ладно посмотрим может быть со временем это все дело у нас рассосет стройки на то что здесь только справа поворот это прям не круто можно здесь трехполосную шоссе сделать кстати не знаю пока что идей нету что это такое за это канализационные люки наверно вот так что в общем то небольшие пробочки у нас таки присутствуют почему вы отсюда хотите сразу в правую полосу тоже непонятно в общем то вот такой вот этот city skyline со своими трафиками так вот этот мы пожалуй подредактируем перекресток вот так вот и вот так вот а дальше уже потом разбирайтесь как хотите кому налево кому направо потом все эти перестроения они как-нибудь справятся но тут товарищ говорит что слишком шумно ему люди умирают слушать а что у нас с крематориями нас есть крематорий так что проблем не должно быть доступно мест 105 умерших 85 принципе не все так плохо ладно это в общем-то не интересно далее пробка которая у нас здесь на въезде она в принципе-то нихрена она в принципе ты не рассосалась они стоят на мосту в правой полосе вообще нелогичные ребята было предложение сделать для них отдельный съезд в промзону и мы его сейчас сделаем здесь у нас свалка очищение завершено значит мы и кстати можем снести давайте это сделаем на тебя отсюда снесем нет мы и не снесем мы ее просто перенесем в другое место свалка лишнее не будет вот сюда например и запустим его в работу пускай работает а вот сюда мы сейчас сделаем съезд который будет в промзону именно такой знаете съезд шоссе вот такой вот отсюда так вот он пойдет далее он вот здесь в так вот закругляется приезжает вот в эту дорогу вот такой вот съезд я надеюсь люди начнут им пользоваться а отсюда мы соответственно запретим поворот на право здесь я просто ставила такие вот знаки соответственно и справа полосы только прямо из второй полосы прямо налево и из третьей полосы только налево вот так вот и будет и соответственно у нас сразу же гигантский поток трафика пошел про зону со съезда и здесь разумеется образовалась пробка это логично это кстати не круто единственно что здесь еще можно сделать так как здесь самое большое движение поставить им главную дорогу здесь здесь у нас главная дорога и все должны им уступать вот так вот да по тупому но а как еще мы посмотрим рассосется это добро у нас или нет здесь мы видим только грузовички хотя вот и легковые машинки есть новый жук направляется в аэродизайн ну да хотя я бы на его месте проехал бы по главной дороге и ну ладно я же не на его месте ладно пока что вот это вот все дело оставляем как есть с этой гигантской пробка не знаю как я пока что решить можно сделать эти вот только прямо и тогда они будут круголя давать но это тоже нелогично по на самом деле я хотел сегодня сделать новый райончик и сделать его крутым здесь у нас кстати уже потихоньку начинает водичка очищаться вот это место нихрена не очищается здесь хоть течение кстати есть интересно вообще должно быть теперь мы засираем реку вот здесь в новом месте хотя это тоже не круто здесь у нас вроде как загрязнение то особо и нету до воды не доходит это хорошо но здесь творится полная жесть но от этого никуда не денешься и небольшое загрязнение у нас на ферме халфа ладно короче говоря райончик да я хотел новый райончик сделать даже не знаю какой формы его делать если честно тут у нас кстати можно будет делать уже ж.д. пути сюда не подведены кстати у нас есть ж.д. транспорт уже или нету поезд уже есть уже есть железнодорожная станция так что можно будет ее делать она шумная правда и товарный терминал товарный терминал тоже неплохо экспорт товаров этот тоже хорошо железнодорожная станция кстати говоря можно будет знаете что сделать можно будет сделать пересадочный пункт вот этот вот железнодорожная станция на метро вот такой транспортный узел он падла конечно же здоровый шум 100 сделать такой транспортный узел подсоединить сюда соответственно железку и метро у нас на метро народ катается он 472 в неделю такси особо не пользуются на автобусах ну такое себе туристов у нас мало ну правильно город не туристический хотя мы сейчас делаем новый классный район и в нем что-то да будет если тоже плодородная земля идет и тут еще такой овраг интересно хотелось бы это тоже оставить не знаю пока форму какую придать району или с этой стороны начать ладно начнем с этой стороны здесь будем делать новый район соответственно еще мы начнем начнем мы с главного проспекта даже не знаю как тут правильно это все забубенить как здесь правильно это все вывести ладно будем делать так как будем делать а потом уже получится то что получится вот такой вот я гений строительный да и знаете чего мы начнем нет я соврал с этого мы начинать не будем короче делаем вот такую вот дорогу не знаю буду сейчас просто тупо импровизировать соответственно также у нас эта дорога будет ехать вот сюда вот так вот и вот здесь вот закругляться вот в эту сторону правильная форма видите ли нормальная форма что-то начинаешь будем пока импровизировать вот так вот и вот так вот здесь у нас будет перекресток по набережной да вот так вот просто мы размещаем это все дело и здесь у нас тоже перекресток против с этой стороны вот так да вот такой вот район соответственно вот этот наш проспектик в него сейчас вот сюда вот и придет вот так и будет нормально здесь да не получилось это не разрушать получилось нас я бы хотел мостик какой-нибудь ну да ладно соответственно вот такой вот район и в этом районе друзья у нас будет и жилая зона и людишки будут жить здесь же мы поставим парк развлечений и здесь же мы поставим знаете что кампус вот так вот вот так вот хитро я решил сделать кстати вот здесь можно тоже маленькие райончики будет сделать какие-то но это уже потом вот так вот я придумал но давайте начнем самого сложного это с расположения вокзала соответственно я хотел транспортный узел ж.д. метро как это вообще все должно выглядеть допустим вот так вот мы это влепим ага здесь своя дорога вот это круто кстати да к железнодорожный переезд не особо хочется делать ладно я понял как это работает мы пока эту штуку перенесем сюда и соответственно для нее нужно сделать специальный x из изгиб да вот это вот мы снесем и вот эту штуку мы перенесем вот так поставим черт я хотела перевернуть то черт кажется да на правую кнопку выше стоимость перемещения 20000 я кучу денег угрохал на то чтобы ее туда-сюда потаскать но ничего страшного короче делаем вот так вот вот эту дорожку соединим с другой стороны сделай вот такую вот загогулин выводим это все вот так вот вокруг и выводим это все вот обратно сюда вот такая вот у нас штука получилась хочу прикольно здесь соответственно мы продлим это все дорогой которая у нас используется здесь здесь получается у нас перекресток со светофорами увы но никуда от этого не денешься соответственно по железнодорожного транспорту вокзал у нас теперь есть железнодорожные пути и односторонние железнодорожные пусть это у нас поезд или метро это у нас поезд откуда он идет отсюда или отсюда видимо на одних этих же рельсах ходит у нас метро и и ж.д. это довольно странно ну да ладно соответственно вот отсюда мы они вот так вот пары и идут шикарно в общем то пускай она сюда врезается и это получается капец как некрасиво я понял значит сносим а ну меж прямая дорога стояла чё я тут возникают дубль 2 вот так вот это дело поворачивается не так некрасиво но можно попробовать прямую дорогу сделать ну чё вот это вот такое вообще некрасивая ладно сделаем вот так нет это некрасиво до строительства дорог это не самая сильная так привязка к сетке так привязку давайте мы уберем вот так вот так вот и она более-менее нормально культурно смотрится принципе можно даже немножко это все пододвинуть и сглазить как-то вот так вот кажется это будет правильнее вот так хотя шпал тут нет но рельсы есть главное что есть рельсы шпалы и хер на них короче вот сюда вот так он будет выезжать поезд и сможет приезжать к нам привозить пассажиров каких-то из других городов никаких этих самых внутреннего сообщения поездов у нас не будет и соответственно нужно то же самое сделать с метро вот с метро здесь почему-то тоже два путя или здесь просто такая станция хитрая а метро где-то под землей сейчас мы об этом узнаем пути метрополитена тоже самое слишком короткое расстояние так привязку мы пожалуй вернем до пути метрополитена тоже получается два не круто вообще не круто нахера их 2 или у нас под землей их тоже 2 а у нас под землей же их тоже 2 так что все нормально соответственно из этой станции которая у нас уже есть ведем длинную ветку вот такую вот прямую вот сюда мы ее ведем да она немножко кривоватая здесь но ничего страшного пойдет вот это дело мы сносим и отсюда мы уходим сразу же под землю хитрый план вот так ходим под землю и соединяемся вот с этой штукой да тут получается угол но и хрен с ним соответственно здесь наши поезда метрополитена будут заканчивать свое свой маршрут получается мы удлиняем ветку маршрут пока мы делать не будем потому что сюда некому ездить хотя может быть туристом и можно ездить сюда ладно пофигу далее делаем разметку района делаем разметку района и сделаем мы ее пожалуй вот такими вот дорогами значит по максимум плотничком будем пытаться застраиваться но без особого фанатизма то есть как-то вот так вот не знаю что из этого получится просто импровизируем по тупому давайте вот отсюда как-то вот сюда нас проспект какой-то будет вот отсюда вот сюда нет давайте вот так вот такой раз какой-то кусок будет вот это я уже передумал делать нас и носим эту дорогу мы продлеваем вот сюда вот таких вот три куска на жилой центр на кампус и на пойдет в принципе ну ладно давайте еще чуть придумаем давайте вот в этот перекресток у нас еще такая штука будет вот отсюда вот такой вот перекресток пускай будет и вот отсюда надо еще тоже какую-нибудь штуку сделать например вот сюда я думаю будет норм или нет давайте еще от отсюда тоже куда-нибудь вот сюда вот мы как-нибудь вот так выйдет отлично это есть соответственно делаем разметку зонирование специализации жилых зон это ну что такое ладно не хочу в это играть пока что но если кто-то знает в чем фишка то напишите в комментах пожалуйста так территория парка где у нас разметить территорию парка у нас здесь соответственно парк у нас будет давайте поближе к этому самому к нашему вокзалу парк развлечений мне кажется можно выделить можно выделить вот этот вот квартал весь ой как криво получилось ёшкин матрешкин можно главное что можно стереть это все да вот так вот мы это выделяем парк вот это у нас будет такой вот аккуратненький я думаю что на парк с этим можно выделить даже два квартальщика пускай будет 2 вот это у нас все будет парк парк развлечений с аттракционами и blackjack am короче вы все поняли вот это будет парк плюс делаем территорию кампуса которая будет у нас вот здесь вот это будет территория кампуса здесь у нас будет находиться всякие учебные заведения вот так вот здесь у нас учебные заведения если будет не хватать места он потом еще сюда хотя можно кстати сюда вот так вот и залезть сделаем кампус и потом уже если останется место будем заселять жилыми райончиками все это жилыми кварталами так пока что вот так вот территория кампуса нормалды и еще еще мы просто сделаем это отдельным районом чтобы мы знали что это у нас отдельный район как ни странно вот так вот целиком его закрашиваем чтоб можно было его как-то обозвать вот так вот да и кстати в этом же районе у нас находится наша железнодорожный вокзал с пересадкой на метро круто круто все круто в нормалды значит франклин дистрикт у нас предложилось название но мы конечно же его заменим короче говоря район у нас будет называться именем дениса лущика не знаю почему но он спонсор канала и поэтому в честь него мы назовем не надо как-то название придумать лущиков к почему бы нет знаете название для микрорайона такой ты откуда ты слушай ковки надеюсь ты дружище не обидишься если тебе это не нравится ты напиши в комментах я обязательно исправлю вот соответственно парк парк у нас будет называться 45 регион в честь еще одного из спонсоров 45 регион вполне себе нормально для названия для для парка для парка развлечений он потому у нас будет паркам развлечений а также у нас будет территория кампуса которая будет называться не знаю территория кампуса тоже и обзовем сразу же будет называться университет суми мото универ ситет суме мото вот так вот вполне себе норм название будет ниндии готовить нам тут он машинка ездит но чё она сюда приехала вот расскажите мусоровоз и даже что-то загрузил с нашего вокзала видимо кто-то туда приехал уже и насрал то ублюдки короче лущиков очка в первую очередь обеспечиваем все это дело водичкой потому что водичка это важно без водички они все просто сдохнут ну и заодно канализация как это вот так вот это все делаем во вот такой вот район теперь в нем есть вода и это очень хорошо дым нормалды пойдет какой-то кусочек без воды получился это и это не финальная разметка друзья давайте тоже соединим это здесь черт какие-то маленькие такие папушки остались без воды я такое не люблю так вот это вот мы тоже соединяем сюда вот это вот выводим вот отсюда вводим сюда вот так вот сюда и здесь такую перемычку еще ставим тоже водички вот такой иероглиф какой-то знаете японский район получается ну и ладно электричество электричество вы сюда выведем когда начнем его заселять метро здесь есть общественный транспорт и здесь в принципе есть не знаю нужен он или нет давайте в общем то начинать обустраивать все начнем с с парка это у нас будет парк развлечений соответственно ему нужен главный вход главный вход у него будет со стороны вокзала только тут место уже занято вот здесь пойдет 45 регион первый уровень соответственно ах да тропиночки ё-моё я про тропиночки то забыл совсем народ как вы так не сказали мне про тропиночки парки то ладно парковой тропиночки это будем использовать стандартные которые и должны быть в парке развлечений такая вот тропиночкой дальше она пойдет вот сюда к я хочу не прямые я хочу как кривые тропиночки давайте вот отсюда сюда она выходит здесь что-нибудь тоже поставим здесь тропиночка тоже выходит как-нибудь вот так вот вот сюда это же нормально отсюда сделаем вот такое небольшое ответвление которое будет идти вот сюда вот так вот пойдет короче мне нравится и не знаю нужен ли настолько большой парк нам давайте ладно пускай будет сделаем вот такое вот ответвление вот с тропин очками а дальше будем смотреть уже по ходу пьес можно будет здесь еще один вход сделать какой-то вот такой нормально соответственно главный вход мы поставили теперь нужны боковые входы и он должен быть не один и зря я здесь все с тропинками это все сделал понятно в общем то возвращаем территории же есть главный вход главный вход это один это малый главный а понятно это не боковой ставим боковой вот сюда дорожки удаляются это прекрасно к сейчас она что-то не хотела удаляться не хочет черту не хочет здесь ставится но какого важно ладно пускай будет здесь тогда один мы поставим вот здесь вот соединим это дорожками один пускай здесь стоит здесь у нас пускай тоже вход в парк будет цепить как-нибудь к дороге ладно вот так вот здесь вот главный вход поставим место занято чем она там занято вот так вот нормально пойдет здесь мы не будем ставить вход такой проходной дворик будет единственное тут как бы же пешеходного перехода нету это плохо ладно поставим здесь вход пускай будет соответственно обвязываем это все теперь дорожками чтобы все было по-старому соединяем это вот с этим это вот мы соединяем вот с этим этот вход мы тоже соединяем с этим перекрестком вот это мы дело соединяем вот эту пупушку надо отсюда снести нахер далее дорожки светом и соединяем это мы соединяем это мы тоже снесем тогда вот этот вход мы тоже соединяем вроде все вроде ничего не забыл Входы есть, отлично Они электричество требуют, зараза Ну да ладно Далее, что у нас есть еще? Площадь парка развлечений Надо ее обязательно ставить Поставим ее вот сюда Далее кафе Кафе обязательно должно быть как минимум около главного входа И давайте еще вот в этой части мы тоже поставим еще одно кафе Около площади, пускай тоже будет Сувенирный магазинчик, это тоже хорошо Тоже на входе обязательно должен быть И я думаю, что его одного хватит Туалет Туалет номер один Туалеты это хорошо Пускай вот здесь вот на отшибе он будет Вот здесь вот на отшибе он будет И вот здесь вот на отшибе он будет Три сортира я думаю должно хватить Есть у нас два вот таких вот игровых киоска Их тоже надо поставить Давайте один поставим мы вот здесь С этой стороны один поставим вот здесь Черт я поставил два одинаковых Сносим и ставим другой Вот игровые киоски это наше все Соответственно есть у нас еще карусель Которую мы тоже обязательно сюда впихнем Пускай карусель у нас будет вот напротив туалета по моему отличное место для карусели вот вот такой вот у нас парк на начало парка получается хорошо пока что он работает это тоже здорово ну точнее посетителей в нем разумеется нету потому что электричество нету нихрена развлекательная ценность на апгрейд хватает так что все зависит лишь от уровня точнее от посетителей которые сюда придут или не придут а мы развлекаемся с кампусом что у нас тут есть по кампус территория кампуса опаньки достигнуть численности населения 28000 у нас только нету значит кампус мы пока что не делаем территория под него выделено в общем то с этим разбираться будем потом все понятно далее что нам надо сделать нам надо разметить небольшими улочками можно даже с деревьями или давайте с велодорожками лучше хочу велодорожки разметить немножко еще этот район сделать какие-то ответвления чтобы была более плотная застройка как-то вот так вот и вот отсюда еще можно тоже сделать небольшой тупичок почему бы и нет и отсюда можно еще небольшой тупичок сделать далее вот эту вот штуку мы тоже сейчас немножко размечаем давайте она в принципе может спокойно прийти и в этот перекресток здесь все равно светофор будет поэтому нормально пойдет и и и и и вот так вот да сделано такое-то ответвление и можно еще даже сделать вот такую дорогу здесь перекресток пяти дорог куча пробок все как мы любим странная какая-то схема получается ну да ладно и у нас остается еще одна неразмеченная область сделаем вот так вот сделаем вот так вот так вот да и сделаем еще вот так вот тупичок в принципе мне мне нравится здесь у нас университет да как у нас до университет у нас вот эти вот два квартальчика пока что никакую разметку мы делать не будем здесь соответственно что нам теперь надо сделать нам надо начинать заселять районы чтобы у нас в парке появилось электричество здесь у нас нет соединения это плохо и здесь у нас нет соединения тоже плохо соответственно по разметочки давайте у нас около вокзала будут ларьки это вполне себе логично какие-то магазины сувенирчики сделаем это вот так вот чтобы электричество им подсосалась соответственно здесь у нас все соединилось это хорошо далее в принципе несмотря на то что это парк можно здесь тоже делать спокойно коммерческие зоны пускай она тоже все соединяется и вот отсюда мы просто пока чтобы соединилась с электричеством сделаем вот такую вот цепь на начало нашего города вот сюда город начинаем заселять именно вот отсюда и в общем-то пускай он заселяется можно даже третью скорость включить единственное нет электричества но мы его сейчас нашим людям проведем и проведем его вот отсюда вот так вот и вот так вот здесь кстати тоже можно сделать им жилые здания домики начали расти главное чтобы сейчас электричество соединилось и все будет круто пока у нас все это дело соединяется в но здесь подсосалась домики начинают расти нет большой потребности в жилье сейчас поэтому заселяется оно все не так быстро как хотелось бы а мы выиграли награду самый привлекательный город по крайней мере мне так сказали классно я бы не сказал что наш город прям супер привлекательный хотя симпатичный городок мне нравится то что у нас получается сейчас у нас электричество еще появится и будет вообще круто то давай электричество появляйся короче говоря коммерческие зоны у нас будет вокруг парка вокруг вокзала а все остальное будет жилые зоны и как по мне это будет круто единственное что мы еще не сделали здесь это метро маршрут метро надо нам не знаю удалить старый можно как-то его отредактировать его нельзя отредактировать поэтому мы его просто на хрен сотрем почему бы и нет обзор маршрутов автобусные маршруты это понятно вот линию метро мы отсюда на хрен убираем убираем метро все сразу стали несчастные но мы сейчас все исправим создать новый маршрут вот отсюда мы едем через евлампий парк у нас веточка потом мы заезжаем в промышленный район потом кругу ну заезжаю в гости и потом квасе и соответственно едем потом обратно добавляем остановку опять к румыну опять в промышленный район где низкие заезжаем кевлампию и соответственно потом это все заканчивается у нас около вокзала кстати насчет вокзал принимать междугородние поезда у нас галочка стоит так что сюда будут приезжать какие-то туристы хотя я сомневаюсь что их будет много обслужена пассажиров на прошлой неделе не знаю поезда я пока что не увидел здесь который приедет к нам сюда я думаю со временем должен приехать тем более что у нас здесь появляется парк парк развлечений уже 75 посетителей сюда пришло даже 80 люди сюда приходят по поводу туризма тут есть специальный слой экскурсии вот да развлекательная ценность короче здесь что то есть даже что посмотреть по поводу парков кстати говоря по поводу парков здесь у нас в принципе все счастливы по поводу парков хотя можно кстати маленькие кемить поставить давайте вот здесь на отшибе поставим игровую площадку для детишечек потому что они там не 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 рады поставим какой-нибудь парк к нашим ферман пар для выгула собак нет это не не канает это не прикольно скверик вот скверик мы сюда впихнем и будет вполне нормально потому что скверик это круто здесь соответственно все счастливы вот здесь у нас небольшая просадка по паркам идет тоже в принципе детскую игровую площадку что это вообще такой парк с надувным замком пойдет с у него им пускай будет пускай люди радуются и карусельку парк с каруселями карусельку тоже влепим вот сюда здесь она будет вполне нормально смотреться пускай и развлекаются далее по и в лампе парку тоже не хочется просто что-то делать большой тропический сад вот сюда впихнем тропический сад люди будут счастливы вот здесь вроде как парк есть но что-то людям не хватает что-то вот мне нравится можно в принципе сюда поставить почему бы и нет люди будут счастливы пойдет но и здесь у нас пока что по населению парке хватает и поздравляем 45 регион достиг второго уровня, у нас чайная карусель и детский поезд добавился. Поезд какой-то прям совсем маленький. Ну да ладно. Потом уже будем этим развлекаться. Я уже тут и так больше просидел, чем надо. Соответственно, в следующий раз мы будем развлекаться с этим парком. Будем заселять этот весь район до конца. Заселим его, проведем какую-то инфраструктуру сюда. Сделаем автобусный маршрут обязательно, чтобы люди могли по всему городу к метро добраться и нормально ездить к метро. Да, именно так это все и работает. Вот. Соответственно, будет весело. Пожарные и все остальное мы тоже сюда потом обязательно проведем. Все здесь построим. Сначала надо это все дело заселить. Поэтому, народ, на этом я с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Давайте только еще погуляем по нашему парку, посмотрим, что там и что чувствуют наши жители, когда они попадают в наш суперский парк. У нас есть вот такая вот площадь. Симпатичная площадь. Нормально. Кафешки. Классно. Чирпилэнд парк называется. От какого хера такая вывеска у нас Чирпилэнд? Мать твою, а? Ладно, пойдет. Есть у нас еще кафешки. Кафешки это тоже хорошо. Короче, Чирпилэнд так Чирпилэнд. Вывеску, короче, Жека не повезло, а вывеску к твоем парке поставили не ту, что надо. Здесь тоже Чирпилэнд, а на главной вывеске один хер у нас Чирпилэнд. Ну и ладно. Люди ходят и это главное. Люди с удовольствием ходят покататься на каруселях. Короче говоря, народ, всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго и пока-пока.